В Институте Европы Российской Академии Наук 1 июня состоялась научно-практическая конференция «Миротворчество и социальная помощь беженцам в ходе конфликтов». В ней приняли участие представители академических институтов и вузов, органов государственной власти, религиозных и общественных организаций. Участники провели всесторонний анализ социальной помощи, которую оказывают государственные и негосударственные структуры беженцам с Украины, региона Донбасса, как на территории России, так и на территории Украины и в других странах. Совсем недавно мне в церковь принесли осколок бомбы, который уносит жизни. А мы с вами имеем возможность участвовать в восстановлении жизни. И когда люди в церкви вообще не собираются для того, чтобы помогать другим людям, для того, чтобы делать что-то конструктивное, для того, чтобы стать частью ответа, это что-то делает с нами. Мы в этот момент меняемся и начинаем понимать, что что-то от нас зависит для того, чтобы мы могли помогать другим людям. Иисус был движим состраданием, и мы тоже с вами должны быть движимы состраданием. Поэтому религиозные общины России и конкретно Московская Церковь Благая Весть делает все, что она может для того, чтобы помочь людям, которые сегодня нуждаются в помощи. Эти добрые дела, они, как было отмечено сегодня в ходе выступлений, объединяют верующих самых разных конфессий. И эти добрые дела, помощи пострадавшим людям, и как раз являются вкладом в миротворчество со стороны религиозных общин России. Мы надеемся, что мы все вместе достигнем цели, и мир наступит на земле Украины, перестанет литься кровь, и мы снова будем вместе с нашими единоверцами совершать служение людям. В ходе мероприятия были представлены итоги работы с беженцами синодального отдела по социальному служению и благотворительности Русской Православной Церкви, Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого дня и Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников, в частности, Московской Церкви Благая Весть. В рамках социального служения важно отметить большую роль Русской Православной Церкви, поскольку Православная Церковь через епархии, через свои приходы и благотворительные фонды уже собрала более 300 миллионов рублей на нужды всех пострадавших и беженцев, как на территории России, которая находится, так и в зоне конфликта, в зоне боевых действий. К сожалению, страдает достаточно много людей, и религиозно-общественные организации России оказывают им большую помощь. Протестантские церкви, баптисты, пятидесятники, адвентисты, разного рода евангельские церкви, сообщества также оказывают достаточно большую помощь беженцам и через отдельные церкви, через союзы, и в рамках общественных проектов, и государственных, и негосударственных структур, которые работают в лагерях МЧС для беженцев, и, кроме того, в зоне конфликта, ну, к примеру, такого рода гуманитарные акции проводились Советом по взаимодействию с религиозными организациями в Мариуполе. Информационное бюро «Спектр», Москва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова